МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 2017 года Арктическая госкомиссия начнет работать в новом формате. Дмитрий Рогозин предложил проводить арктические слушания, в ходе которых будут предметно обсуждаться актуальные проблемные вопросы, возникающие у руководителей регионов на местах. Соответствующие поручения включены в протокол заседания президиума, который состоялось в Санкт-Петербурге. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подобный точечный подход позволит решить вопросы развития инфраструктуры округа. Об этом по итогам заседания сказал глава Ненецкого округа Игорь Кошин. При поддержке Арктической комиссии вопросы развития округа для таких масштабных проектов, как Северный морской путь, будут решаться оперативнее и проще. Мы готовы заниматься строительством полноценного порта Виндиге, провести реконструкцию аэропорта и взлетной посадочной полосы в Амдерме. Но все это проекты, которые округу в одиночку не реализовать. Также на заседании обсуждались вопросы подготовки и реализации мероприятий, направленных на развитие науки и технологии, подготовку квалифицированных кадров и привлечение трудовых ресурсов, повышение эффективности системы теплоснабжения в арктической зоне России, развитие Чаун-Билибинского энергетического узла, а также предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, организацию системы поиска и спасения в Арктике. Соблюдение жилищных прав граждан. Эта тема стала первой, которую обсудили в ходе первого открытого форума прокуратуры. Он прошел в Наринмаре. Открытый форум призван стать качественно новым механизмом для укрепления правозащитной функции прокуратуры как приоритетной и повышения ее эффективности. В обсуждении актуальной темы приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных советов и общественной палаты Ненецкого округа, а также депутатского корпуса. Соблюдение жилищных прав граждан. Эта тема легла в основу первого открытого форума прокуратуры. Говорить о ее актуальности не приходится. Каждый из нас ежедневно сталкивается с проблемами жилищно-коммунального характера. Нарушение законодательства допускается во всех сферах жилищного правоотношения, начиная от постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, представление жилых помещений, строительство жилья и заканчивая ненадлежащим исполнением своих обязанностей управляющими организациями, должностными лицами и контролирующих органов. Всего в рассматриваемой сфере правоотношений прокуратуры за полтора прошедших года выявлено практически 14 нарушений закона. Кроме того, в сфере ЖКХ прокуратура округа выявляет факты противоправного распоряжения финансами нарушения порядка ценообразования на коммунальные услуги. В настоящее время прокуратурой региона ведется активная работа с органами государственной и муниципальной власти региона по взысканию задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. В результате проведенной работы за обозначенный мной период выявлено в данной сфере 300 нарушений закона, внесено 31 представление об их устранении, судами удовлетворено 56 исковых заявлений, были предостережены 68 должностных лиц и по материалам проверок было возложено 3 уголовных дела. Сломить ситуацию намерен и Минстрой России. В настоящее время ведется работа по переходу на заключение договоров между потребителями и ресурсниками, минуя управляющие компании. Это предложение поддерживают и в Ненецком округе. Как предложение, основные мероприятия, которые мы предлагаем с со стороны, в которых направление в надвижность, это первое в части сокращения задолженности и работа с товарищ компанией. Это необходимо, наверное, вводить в систему расчетения платежей, которую сейчас активно мы реализуем на базе Ненецком округа. Надо сказать, что мы недавно посещали всяческий съезд капитального ремонта в Москве. Данные вопросы там поднимались. Надо сказать, что проблема связана с задолженностью. Она, в принципе, во всех регионах и в целом, скажем так, есть регион Курск, Брянск, которые жалуют, что реально растут платежи. И в этом направлении надо подвигаться. Двигаться в работе с управляющими компаниями необходимо еще в одном направлении. Речь идет о содержании общего имущества собственников в многоквартирных домах. Анализ поступающих в прокуратуру округа жалов граждан показал, что более 50% от них связано именно с ненадлежащей работой управляющих организаций. При этом лицензирование их деятельности значимых результатов не принесло. Более того, процедура лицензирования не только привела к сокращению количества управляющих организаций, стабилизации данного сегмента предпринимательской деятельности, но в конечном итоге снизила качество оказываемых им услуг. Здесь, отметил Андрей Панов, необходимо установить контроль за деятельностью управляющих организаций и инициировать внесение соответствующих изменений в федеральное законодательство. Усилить работу, по мнению прокуратуры округа, нужно и органам жилищного контроля. Им необходимо своевременно и качественно подходить к рассмотрению заявлений граждан и устранению выявленных нарушений. Сейчас приведу показательный пример, который есть и сейчас жалобы рассматриваются в прокуратуре округа. Надействуя администрация городского округа города Нарьянма, которая, несмотря на имеющееся решение суда о признании договора социального найма, не только не переселяет гражданина из расселенного в 2000-м году дома, но и потребовалось сейчас от него покинуть занимаемую жилплощадь. Вот данные действия чиновников, наверное, не выдерживают никакой критики в данном случае. По окончании проверки прокуратурой округа будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, а нерадивые чиновники будут привлечены к самой строжайшей дисциплинарной ответственности. Вопрос переселения граждан из жилья, признанного непригодным для проживания, один из самых острых. Сейчас в Ненецком округе 117 домов, признаны аварийными и подлежащими сносу. 40 из них находятся в Заполярном районе. Несмотря на то, что дома аварийные, люди в них продолжают жить. Решение данной проблемы в активизации строительной деятельности. В этом году в округе планируется ввести в эксплуатацию 35 тысяч квадратных метров жилья. Это шестисекционный жилой дом. Это дом Макарабаева, домоневленный фонд. К окончанию строительства, надеемся, в декабре месяце будет введен дом по поселку Искатели. Там скоро будет одна домная квартира. Шойно один дом вводится в сентябре месяце. В этом программа работает. Между тем, нерешенной остается проблема по сносу расселенных домов. Они представляют особую угрозу. Только в сентябре в расселенных домах произошло три пожара. Всего в этом году зарегистрировано возгорание в семи ветхих строениях. По данным фактам прокуратуры округа в 2016 году в суд Наринмара направлено четыре исковых заявления об обязании управления городского хозяйства снести расселенные дома. Одно из заявлений уже рассмотрено, а дом в результате снесен. Все поступившие предложения в ходе первого открытого форума прокуратуры будут использованы в дальнейшей работе ведомства совместно с общественными институтами. Горсовет готовится к избранию нового мэра. На сессии депутаты утвердили порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Наринмара. Напомню, полномочия действующего мэра Татьяны Федорова истекают в марте 2017 года. Выбрать нового главу предстоит городскому совету из числа тех кандидатур, которые представит специально созданная конкурсная комиссия. Выбирать главу Наринмара в 2017 году будут по новым правилам. Решение об избрании высшего должностного лица столицы региона примет городской совет в лице председателя и депутатов. Сегодня на сессии народные избранники утвердили порядок, согласно которому пройдет конкурсная процедура отбора кандидатов, претендующих на кресло мэра. Согласно положению, решение о проведении конкурса должно быть принято не ранее, чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней до истечения срока полномочия ранее избранного главы. В результате потом, после принятия решения, оно подлежит в течение 7 календарных дней опубликованию, и с этого момента начинается срок принятия заявлений от потенциальных кандидатов, которые изъявляют желание участвовать в конкурсе. Заявление предлагается принимать в течение 30 дней. Также предлагается установить перечень, который должен представить кандидат на рассмотрение конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия будет сформирована в составе 10 человек. Половина членов комиссии назначается городским советом, другая половина – губернатором Неницкого округа. Члены комиссии проведут отбор в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к кандидату на должность мэра города. Окончательный список кандидатов комиссия направит в городской совет, который и примет решение об избрании нового главы Нарьинмара. Сегодня очень принципиально важно, что у нас в принципе в конкурсе на главу города может участвовать любой житель Неницкого автономного округа, постиркший 21-го года и в принципе обладающим всеми правами гражданина Российской Федерации. И сегодня я говорю, что этот вопрос очень важный, потому что буквально в начале декабря нам надо будет объявлять конкурс по выбору главы города. Действующий глава города у нас заканчивает свои полномочия в марте 2017 года. Не менее важными в повестке дня стали вопросы о снижении должностных окладов мэра города и председателя горсовета и о сокращении фондов оплаты труда служащих городской администрации. Напомню, еще в прошлом году на региональном уровне было принято решение о сокращении на 10% зарплат губернатора и государственных служащих. В июне этого года горсовет принял единогласное решение, которое гласит, что оклад главы города должен составлять 90% от оклады главы региона, а также решение о сокращении годового фонда оплаты труда муниципальных служащих до 45 окладов, так же, как было сделано в органах государственной власти. Однако решение, которое на июньской сессии депутаты приняли единогласно, глава города не исполнила. Глава города категорически не согласна с этим решением, она наложила на них вето, поэтому мы его сегодня пытались преодолеть. К сожалению, мы его сегодня не преодолели. Я считаю, что в этой ситуации проиграли жители города, которые в том числе из-за этих необоснованных завышенных затрат потеряли достаточное количество средств, которые могли бы быть направлены на строительство тех же детских площадок. Для преодоления вето главы города сегодня депутаты должны были повторно проголосовать за решение, принятое на июньской сессии. Однако, если в июне решение было принято единогласно, то сегодня не набрало большинство голосов. Я уверен, что мы должны были сегодня это сделать. Сегодня большая проблема стоит о недополучении бюджетом около 70 миллионов рублей, потому что городской администрации превышены нормативы по финансированию на зарплату муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные должности. Поясню, что 70 миллионов рублей, о которых говорит депутат Сергей Сверидов, это те средства, которые округ должен был перечислить городу в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Однако, из-за невыполнения нормативов по зарплатам городская администрация не получит этот трансфер и должна будет выделить эти средства из собственного бюджета. По словам депутата Ольги Питуниной, вопросы о снижении должностных окладов мэра города и председателя горсовета и о сокращении фондов оплаты трудослужащих городской администрации будут вынесены повторно на следующую сессию. Новое светосигнальное оборудование вертолетной площадки появится в деревне Белушье, а в поселке Харута будет проведен ремонт жилых домов. Эти и другие мероприятия по улучшению поселковой инфраструктуры будут выполнены благодаря внесенным изменениям в бюджет Заполярного района. Их приняли на сессии Совета Заполярного района. О том, кому сколько и на что будет выделено денежных средств, расскажет Любовь Пермякова. Один из самых значимых вопросов, который сегодня рассматривали на сессии, касался внесения изменений в бюджет Заполярного района на 2016 год. Расходы районного бюджета в целом увеличиваются на 94 млн 410 тыс. рублей. На сумму 6 млн 602 тыс. рублей увеличиваются бюджетные инвестиции на завершение строительства школы на 110 мест в селе Нижняя Пёша. Выделяется осигнование на увеличение уставного фонда муниципального предприятия Заполярный район Севершилкомсервис в сумме 100 млн. рублей на основании обращения предприятия. Решение об увеличении уставного фонда предприятия принято с целью оказания финансовой помощи предприятию для расчета высотоплива. Предприятие, в свою очередь, берет на себя обязательства по выполнению в 2017 году строительства и реконструкции объектов теплоснабжения в поселке Харивер на соразмерную сумму. По заявке Управления жилищно-коммунального хозяйства осигнование в сумме 31 тысяча рублей выделяется на формирование земельного участка под дизельную электростанцию и трансформаторную подстанцию с площадкой обслуживания в поселке Красное. Также изменения были внесены и в распределение межбюджетных трансфертов поселения. Бюджет у нас достаточно живой мы с ним очень активно в течение года работаем в прошлом году в 2015 у нас было 7 изменений в бюджет в этом году пока не подсчитал но как бы достаточно активно мы вносим изменения на сегодня появляются может быть новые какие-то дополнительные расходы необходимость в дополнительных расходах в результате главы обращаются в наш адрес и мы рассматриваем возможности дополнительные потребности мы их просчитываем главы доказывают что действительно это надо сделать в том числе и вопросы когда необходимо добавить финансирование на, грубо говоря добавить финансовую помощь в бюджеты поселений на решение вопросов их непосредственно тоже обсуждаем тоже отрабатываем и как правило все-таки мы удовлетворяем эти заявки ну естественно при наличии нашей финансовой возможности исходя из финансовых возможностей заполярного района и на основании обращений глав поселений межбюджетные трансферты поселений в целом увеличиваются на 4 миллиона 40 тысяч рублей данные поправки вносятся в соответствующие муниципальные программы в рамках муниципальной программы энергоэффективности и развития энергетики выделяются иные межбюджетные трансферты Калгуевскому сельскому совету в сумме 1 миллион 413,7 тысяч рублей на проведение работ по замене внутренней электропроводки в 24 квартирах муниципального жилого фонда Приморско-Куйскому сельскому совету выделяется 902,9 тысяч рублей на ремонт низковольтной лыб поселки Красное также на содержание свалок в рамках программы поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства бюджетные средства в размере чуть более 400 тысяч рублей получат андикский малоземельский омский сельсовет В рамках еще одной программы развития транспортной инфраструктуры и иные межбюджетные трансферты будут выделены на содержание взлетно-посадочной полосы в Шуинском и Хоседохарском сельсовете всего около 370 тысяч рублей В деревне Белушье Пешского сельсовета с целью безопасного взлета и посадки на выделенные 276 тысяч рублей будет приобретено и установлено светосигнальное оборудование вертолетной площадки 235 тысяч рублей на ремонт и содержание внутрипоселковых дорог получит Приморско-Куйский сельсовет В рамках программы строительства и проведения мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений бюджетные средства получат следующие сельсоветы Выделяются межбюджетные трансферты Хоседохарскому сельскому совету 532,3 тысячи рублей на частичный ремонт фундамента в жилом доме Канинскому сельскому совету на снос ветхого жилого дома выделяется 214,3 тысячи рублей Тиманскому сельскому совету на снос аварийного дома и снос дома пострадавшего от пожара выделяется 355,8 тысячи рублей Также межбюджетные трансферты в размере 320 тысяч рублей будут выделены на обустройство трех питьевых колодцев в поселке Красное и деревне Куя Выделенные средства все муниципальные образования должны освоить до конца текущего года Проезд разрешен В Наринмаре состоялось официальное открытие новой автомобильной дороги соединяющей улицу Пионерскую с новостройками на Осущенского и Швецово Теперь сообщение с микрорайоном авиаторов станет намного удобнее Чтобы попасть к себе домой водителям не придется искать обездные пути Ровно 1750 метров дорожного полотна В Наринмаре стало одной дорогой больше Новая транспортная артерия соединяет центральную часть города с новым микрорайоном авиаторов Первыми ввод в эксплуатацию оценили водители По официально открытой дороге проехали мотоциклисты и дорожная техника Символично, что контракт на строительство дороги с предприятием «Дориумстрой» был заключен ровно два года назад 26 сентября 2014 года Таким образом, новая транспортная артерия стала первой городской дорогой которую сдали ровно в срок Огромное спасибо нашим строительным подрядчикам Это, наверное, числение многих объектов которые сдаются в срок достаточно неплохим качеством И это результат совместной работы всех заинтересованных структур Строительство дорожной инфраструктуры обошлось Наринмару в 149 миллионов рублей По словам Александра Гончарова параметры новой автомобильной дороги соответствуют всем нормам и стандартам У нас претензий нет Ну и необходимо отметить, что гарантия 5 лет То есть до 1 сентября 2021 года Если будут какие-то просадки, то, конечно, будут устранять Если там где-то будут асфальт цепаться, естественно, будут устранять А так, я могу сказать смело, бордюрный камень стоит здесь теперь намертво так, как он должен быть В октябре руководство Наринмара планирует ввести в эксплуатацию еще 1350 метров дороги Полярная Рыбников, Рыбников с подъездом к центральным очистным сооружениям Ввод в эксплуатацию этих участков позволит значительно разгрузить городские дороги Строительные работы выполняет Наринмар Дориемстрой Помимо укладки двух слоев асфальта специалисты окружного предприятия провели озеленение выполнили устройства тротуаров и съездов а также монтаж опор освещения Как отметил заместитель руководителя Департамента строительства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО Алексей Ипатов В летний и осенний периоды в округе выполнен большой объем работ по строительству и ремонту дорог В частности, проведен ремонт на автодороге Наринмар Искателей а также по улице Ваучейского от Катанзейского до Ленина улицы Ленина от Ваучейского до Пионерской Кроме того, введен в эксплуатацию участок дороги в новом микрорайоне по улице Авиаторов и участок строящейся дороги на Тельвеску В ближайшее время специалисты Наринмар Дорием Строй намерены завершить действующие контракты по строительству улично-дорожной сети микрорайона Факел в поселке Искателей Кроме того, на территории округа продолжается строительство автодороги Наринмар Усинск Строительство 15-километрового участка планируется закончить в октябре 2017 года И на этом все Это была программа «Итоги недели» Мы остановились на основных темах и событиях которыми ознаменовалась прошедшая неделя Вся подробная информация о событиях которые происходят в округе есть на нашем сайте trksever.ru До встречи через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова